Скальный город в заповеднике Русинский лун. Ивановский скальный город. Здесь люди жили еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Здесь недалеко, относительно недалеко, река Дунай, относительно недалеко в 30 километрах границ Румынии. Вообще-то территория раньше принадлежала Румынии. Вот она после войны стала принадлежать Болгарии. И здесь сделали заповедник. Здесь практически не разрешена никакая экономическая деятельность человека. Сохранились некоторые пещеры, очень любопытные. Ну и вот такой вот интересный пейзаж. Невероятно красивый. Сегодня 7 марта. Казалось бы, уже весна. Но в Болгарии еще весны нет. Здесь раньше была река. В этой реке образовались вот эти скальные породы. Сейчас мы сходим вот туда, на тот край, и там поснимаем вот это вот место. Где я стою, мы снимем вот оттуда, с той площадки. Да, вот эта как раз точка, где мы были сейчас. Вот это с этого места я фотографировал и снимал на камеру. Вот эта гора, она возвышается над Севей. Все в этом месте. Вот эта река. Еще кое-где лежит снег. И вот это очень красивое место. Скала. возле Шайникова. Долина этой реки. Она здесь вот так вот изгибается, изгибается, идет оттуда. Здесь она делает поворот почти на 180 градусов и течет туда. Вот эту сторону. Действительно, безумно интересно. Такие лишайнички на камушках. Дальше к камеру. Освободу. Поехали. Камера. и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Здесь река делает поворот, вот так, да, туда идет, здесь заворачивает и вот ее возвращается сюда. И вот здесь эта петля, а здесь интересные вот такие выходы скальные, невероятные, красивые. Вот это место великолепное, совершенно потрясающее. Да, здорово. Да, действительно, вот эта скала. А этот, как сова, вот в эту сторону. О, скоро глюки начнутся. Вот такие вот пещерки здесь. Интересная, очень интересная штука. Дом. Да, настоящий дом, в котором возводили костер, жили пещерные люди. Вот это пещерная церковь. Она закрыта. Ну, так кое-что можно видеть. Она уже поздняя, позже. Довольно поздняя, но выдуманная, конечно, она была давным-давно. Кое-какие там фрески остались. Ну, здесь такие пещеры. Добытные. Ну, здесь такие пещеры. Добытные. Пещеры. Добавляем. Которую практически попасть нельзя, но камера может войти куда угодно и увидеть даже ее. Вот такие здесь расписи остались. О, здесь вот явно что-то вывито. Средневековый град Червин. Это середина его, сейчас уже вечер, скоро стемнеет. Вот это вот внутреннее его содержание цитадели, развалины. Вот такой здесь был замок, на территории замка. Вот он был какой здесь, средневековый замок. Вот здесь. И вот это то, что от него осталось. 12-13 век. Он стоял на горе, очень интересное место. Здесь площадка какая-то интересная. Ну а сверху мы видим современный город Балтарский Червин. Вот его развалины, вот башни оставшиеся. Флаг на ней висит. Здесь устанавливает церковь. Здесь сидели, видимо, те, кого пытали. Это вот, видимо, устанавливает церковь. Митрополитская церковь номер 2. А там, кстати, замок на горе. Ага. Вот она, митрополитская церковь. Ну так она была. Уходя из церкви, мы идем к общественным градам. Это вот здесь была администрация общественная. Ну а здесь башня с какими-то больницами здесь. Война-кула. Вот здесь ставили пушки, стреляли в эти больницы. Вот такие вот, вот такая бойница трехэтажная. То есть стреляли снизу, стреляли еще и сверху. Вот отсюда, это второй ряд. Вот. И там еще сверху стреляли. Вот. Сюда стреляли. Через эту больницу. И еще стреляли оттуда. Великий виток лили. Вот так. Вот такой интересный средневековый кратер. Черлин. Ох. Низу город. Сама кинует. Вот так. Вот она крепость. Отсюда можно ее снять целиком. Вот она. Вот в верхней точке отсюда все видно. Замечательно совершенно. Вся крепость. А ты знаешь там внутри что? Вся крепость. Там внутри гробницы эти самые захоронения видимо. Ну не сами захоронения. Там полки и на полках камни. Вот эти камни я думаю это плиты надгробные. Того времени еще. Нет. Да, да, да.